Ола, амигос, на связи Матвей. Да, сегодняшний ролик по Крымп Мобайл Блэк Рэша будет достаточно нестандартным. Если я прежде пробовал только самые крутые там работы, на которых можно было зарабатывать миллионы в час, кстати, кто ещё не смотрел, обязательно посмотрите по подсказочке вот здесь, то в сегодняшнем ролике я пробую самые простенькие работы и всякие другие способы заработка на сервере. Ну а конкретно на это видео я подготовил крайне интересную тему. Думаю, все, кто смотрит этот ролик, знают, что в Крымп Мобайл Блэк Рэша вы можете попрошайничать, если, конечно, ваш персональный уровень не превышает уровня 3. И, насколько мы знаем, там есть определённые правила заработка и тому подобное. Вообще, лично я сам очень часто встречаю на сервере всяких там попрошаек. Их там можно понять, они только новички, только начали играть в Крымп Мобайл Блэк Рэша и хотят хоть что-нибудь получить себе. Но сегодня не об этом. Сегодня именно я попытаюсь побыть в шкуре одного из таких новичков и найти места на сервере, где лучше всего клянчить деньги. Грубо говоря, места, где вам с большей вероятностью могут задонатить как можно больше денег. Думаю, эта тема интересна, как и для новичка, как и для проигрока на сервере. В любом случае, мне будет интересно вам рассказать, какие места на сервере являются самыми имбовыми для попрошайничества. Ролик обещает быть мега интересным, так что авансом поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, я очень сильно старался. Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Крымп Мобайл Блэк Рэша, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший контент по Крымп Мобайл Блэк Рэша. Ну а если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в этот лучший Крымп Мобайл проект в СНГ, то, ребят, я вас вообще не понимаю. Сейчас настал именно тот момент, когда вы обязаны скачать эту лучшую онлайн игру на Android по первой ссылке в описании в два клика абсолютно бесплатно. Но если именно ты хочешь поиграть в Крымп Мобайл Блэк Рэша вместе со мной, обязательно добавляйся в нашу беседу группы канала ВК или наш Дискорд, ссылки на них ты найдешь в описании. Ты там обязательно сможешь найти меня, мы обязательно спишемся, я обязательно приму вас в свой клан на сервере Лайм, ну а может быть даже подкину немного денег. Надеюсь, вы меня поняли, ну а теперь после небольшой саморекламы давайте-ка приступим к сегодняшней теме. Да, грубо говоря, в сегодняшнем ролике я вас научу, как правильно надо попрошайничать в Крымпе Мобайл Блэк Раша. Ведь на сервере специально для этого занятия есть одна команда, а именно SlashBG. Если вам по зарез прям нужны деньги, то вы всегда ее можете использовать, когда стоите в АФК. Сейчас на экране вы сможете увидеть подробный заработок от попрошайничества через специальную команду. Но это же только команда, а мы также можем и просить деньги у других игроков на сервере. Предлагаю начать с того, где вы с большей вероятностью можете найти вашего потенциального донатера. Логично, что в местах, где есть много игроков. Ну а конкретнее я советую вам использовать, во-первых, места спавна игроков, во-вторых, автосалоны, ну и в-третьих, казино. Теперь перейдем к самому попрошайничеству. Я думаю, всех вас бесят люди, которые просто бегают и клянчат у всех деньги подряд. Прям вот клянчат без чувства наглости. И мы, конечно, этот способ сразу исключаем, потому что когда вы просто тупо поразите деньги у какого-то игрока, это кроме отвращения больше ничего не вызывает. Не знаю, как вы, но меня обесят вот такие бесконечные попрошайки, и я вообще их всегда игнорирую. Так вот, чтобы избежать подобной ситуации, я вам советую следующее. Просто побольше общайтесь с разными игроками на сервере. Да, здесь самое главное втереться в доверие и понравиться другому человеку. Попробуйте как-то случайно начать разговор, чтобы как-то затянуть в это собеседника и потом с ним сдружиться. Ну и логично, что этот собеседник должен быть состоятельный, если вы хотите получить немного денег. Начните диалог о чем-то общем, чтобы его заинтересовать. Если вы как раз будете искать этого самого собеседника в местах, которые я ранее перечислил, то он с большей вероятностью будет состоятельный, и ему не будет так жалко дать вам какую-то часть денег. Ну а если вам самому будет интересно с ним общаться, я уверен, вы продолжите ваше общение, и он, может быть, в дальнейшем вам еще подкинет денег. В любом случае, здесь плюс не только в прибыли. Как-никак это общение и пообщаться с разными игроками на сервере тоже бывает интересно. Ну и заодно завести себе пару новых друзей, чтобы именно вместе с ними играть в КРМП Мобайл Блэк Раша. Да и вообще, я вам советую лучше всего работать, чтобы вам не приходилось клянчить у всех подряд деньги. Даже при таком раскладе ни в коем случае не забывайте про общение с другими игроками на сервере. Это бывает как и полезно, так и интересно, да и вообще я вижу в этом главный плюс КРМП Мобайл Блэк Раша. Здесь играют реальные игроки, такие же, как и я, с которыми можно завести диалог. Причем достаточно интересный. Мне вот никак не жалко пожертвовать любую сумму интересному человеку, с которым я начал общаться в Блэк Раше. Даже если у меня не так уж и много денег. Ну, честно говоря, это все, что я хотел сказать по поводу попрошайничества в КРМП Мобайл Блэк Раша. Ну а что по этому поводу, думайте, именно вы обязательно пишите в комментариях. Будет крайне интересно узнать. Если вы досмотрели до этого момента, уверен, этот ролик вам понравился. Так что обязательно поставьте лайк, если этого еще не сделали. Ну а если не понравился, то вы впустую потратили 5 минут. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго! Субтитры сделал DimaTorzok